В материалах из сети интернет жилой комплекс с изысканным названием Вальда Мероль предстоит в самом лучшем свете. Он состоит из малоэтажных новостроек, все дома оборудованы лифтами. Архитектура зданий выдержана в едином европейском стиле. Согласно информации из открытых источников, строительство также ведется по европейским стандартам. На самом же деле, европейские стандарты едва ли предполагают заморозку строительства на несколько лет. А ведь, по словам дольщиков, ситуация обстоит именно так. То есть то, что мы видим, это тоже первое. К началу лета в единственных построенных домах не было даже электричества и газа. Жители не могли начать ремонт. 4 июля дольщики провели митинг в Одинцово. На проблему обратил внимание глава района Андрей Иванов. При его участии заинтересованные стороны сели за стол переговоров и разработали дорожную карту. По таким пунктам, как, например, возобновление строительства, круглосуточное веб-наблюдение и многое другое, мало что реализовалось. У нас переговоры шли с кредитной линией по Сбербанку и была договоренность с инвесторами на пятый квартал. Из тех объяснений, которые мы слышали сегодня, какие планы на будущее у компании, это кредитные средства от Сбербанка, от других финансовых учреждений, для того, чтобы можно было закончить эту очередь и передвинуться к тем корпусам, представители которых были сегодня, это инициативная группа. Помимо самих домов, застройщик обещал заняться и социальной инфраструктурой. В сегодняшних реалиях дольщики уже не надеются увидеть столь нужный им детский сад и школу. Наверное, знаете, да, в лесном городке какая плохая ситуация с этими объектами. Здесь, да, на территории жилого комплекса застройщик обещал построить детский сад, школу. Представьте, четыре с половиной тысячи квартир. Сколько здесь будет детей? Андрей Иванов подчеркнул, что сложившаяся ситуация совершенно недопустима. По его словам, необходим ручной контроль, при котором власти будут напрямую взаимодействовать как с застройщиком, так и с дольщиками. Все, что зависит от органов власти, все, что зависит от нас, от наших смежников, это инвестиционная палата, кадастровые палаты, это технические условия, мособолгаз, электричество и так далее, и так далее. Мы здесь везде должны помогать. Как будет развиваться ситуация во многом зависит от экономического положения компании-застройщика. Его главной заявленной проблемой были и остаются финансовые затруднения. Удастся ли их преодолеть, покажет время. Анна Макарова, Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.